Пока повара массово увольняются из школ, Власти и депутаты думают, как решить проблему. Кажется, придумали. Об этом и не только расскажу в ближайшие минуты. Это Бюро новостей Давича. Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. В регионы уже поступает вакцина от коронавируса. В Кировской области ее пока нет. Но ориентировочные сроки доставки власти назвали. Батареи в школах и детских садах потеплели, но не везде. Как стартовал отопительный сезон в Кирове? Куриш, помоги экономике. Власти придумали, как увеличить доходы страны. Ценники на пачках сигарет заметно вырастут. Лететь надо туда, где интересно, так считает губернатор Игорь Васильев. В итоге уже в следующем году из Победилова можно будет улететь в самый западный город страны. А победа была так близка. Хоккеисты Родины провели очередной матч на выезде. В общем, все неплохо. Ленинградская, Новгородская, Белгородская, Ярославская области уже получили вакцину от коронавируса. А что же наш регион? Члены областного правительства сегодня рассказали, когда кировчан будут прививать от коронавируса. А еще подвели предварительные итоги вакцинации от гриппа. Евгения Бакина расскажет обо всем подробнее. Вакцина от коронавируса скоро появится в нашем регионе. Но когда именно, первый зам предправительства Дмитрий Курдюмов не знает. Предполагает либо в конце сентября, либо в начале октября. Прививаться будут не все кировчане, а только определенная категория граждан. Это лица от 18 до 60 лет без тяжелых заболеваний. Сама вакцина состоит из двух частей. То есть, если вы раз привились, необходимо повторить процедуру через три недели. А вакцинация будет добровольной. И первых будут прививать медиков и педагогов. Должны приоритет получить медицинские работники, которые работают, в общем-то и те категории, которые работают непосредственно в контакте с теми, кто в большей степени подвержен риску заражения ковида. Еще раз подчеркну, все будут прививаться полностью на добровольной основе. Кировчане по желанию могли привиться и от гриппа. Компания стартовала 2 сентября. Вакцину можно было поставить в поликлиниках по месту жительства, на предприятии и в мобильных пунктах. К слову, последние пользовались особой популярностью среди кировчан. Выстраивались большие очереди на театральной площади и площади Конева. Поэтому дополнительные бригады заработали на площади Лепси, АвиТек, а также в районе Зонального института. На сегодняшний день привились от гриппа более 60 тысяч кировчан. И это хорошие результаты, отмечают власти. Изначально планировалось завести в регион 575 тысяч доз вакцины от гриппа. Но этого оказалось мало. Поэтому Кировская область ожидает дополнительную поставку на 140 тысяч доз. То есть всего будет 715 тысяч. Я хотел бы всех поблагодарить, что население Кировской области очень активно откликнулось на это. Кроме того, Дмитрий Курдюмов опроверг информацию. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эту пятницу в Киров не приедет. Накануне такая информация появилась в кировских СМИ. И она является фейковой. Но визит Мурашко действительно ожидается. Он приедет к нам на открытие одного из медцентров. Это большое событие для нашего региона. У нас произошла значительная модернизация онкологической службы. Нам тоже есть, что показать и обсудить. Если такой визит состоится, безусловно, мы вас информируем. А вакцинация от гриппа тем временем продолжается. Привиться можно в поликлиниках по месту жительства. Евгения Бакина, Алексей Зырянов, Александр Брызгалов. Бюро новостей Довича. Тем временем пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса продолжаются. Выясняется, что с вредными привычками не стоит экспериментировать. В частности, злостным курильщикам нужно быть внимательнее. Сейчас в России проходит третья фаза клинических испытаний ковидной вакцины. На этом этапе участвуют порядка 30 тысяч человек. Но, как выяснилось, протестировать действия препарата на себе могут не все. Вакцина пока не рассчитана на беременных, кормящих женщин и детей. Поэтому женщин в положении не берут на испытания. А чрезмерное курение и алкоголь совместно с этим препаратом могут отразиться на здоровье участников. Об этом заявил в газете «Взгляд» академик российской Академии наук Виталий Зверев. Врачи порекомендовали добровольцам отказаться от выпивки на три дня до вакцинации за три дня. А курильщикам стоит ограничиться 10 сигаретами в день. Впрочем, как отмечают эксперты, те же правила распространяются и на прививке от других вирусов и инфекций. Ну, насчет противопоказаний, некоторые там существуют без оснований на самом деле. Опасность доказанных влияний не существует. То есть гипотетически может быть, но вероятность очень маленькая. Но пока коллективного иммунитета нет, а в сводках новые смерти. За прошедшие сутки в Кировской области от коронавируса скончались еще два человека. Общее число летальных случаев достигло 116. При этом за сутки в области коронавирусом заразились еще 67 человек. В реанимации уже больше 30 кировчан. Дышать самостоятельно не может 21 пациент. Их пришлось подключить к ИВЛ. В России за прошедшие сутки опять прирост по заболевшим. 5762 случая. Накануне было меньше. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, почти у четверти новых пациентов болезнь протекает без клинических проявлений. Тем временем американские ученые оценили отечественные противовирусные препараты, в том числе их влияние на коронавирусную инфекцию. Количество вылеченных от коронавируса в области перевалило за 6 тысяч человек. Ежедневно из инфекционных госпиталей Кирова выписывают десятки человек. Но это не повод расслабляться. COVID-19 по-прежнему опасен. Скоро к нему присоединятся грипп и ОРВИ. Уровень заболеваемости во многом зависит от действий людей. Необходимо использовать маски, антисептики и не забывать о профилактике. Американская ассоциация микробиологов опубликовала исследование, в котором были проанализированы 48 противовирусных препаратов на их активность в отношении коронавируса. Ученые отметили, что индекс эффективности российского препарата Амиксин был выше, чем у многих других препаратов. По результатам исследований стало понятно. Действующее вещество в составе лекарства может подавлять вирус и не давать ему развиваться. Важно принимать Амиксин при первых симптомах болезни или с началом эпидемии. Это дает существенное облегчение течения заболевания и снижает риск развития осложнений. Повара увольняются из школ. Сегодня эту проблему обсудили депутаты Гордумы на заседании комитета по соцвопросам. Говорили о причинах. Уже известно, это связано с горячим бесплатным питанием в начальных классах. Как федеральный закон мог спровоцировать такую ситуацию? Зоя Попцова присутствовала на заседании в администрации города и готова дать ответ. Послушаешь, Лариса Анатольевна, все очень хорошо. На самом деле у нас не так все гладко. Существует острая проблема не только в 47-й школе. Заявление набрали, забрали у вас работники столовой. Свои претензии депутат Гордумы Владимир Журавлев считает обоснованными. Их и озвучил на заседании Гордумы заместитель угловой администрации Ларисе Копысовой. Еще в июле он обсуждал с коллегами тему бесплатного горячего питания в начальных классах. Уже тогда были опасения, справятся ли повара. Объем работы увеличивался в разы. Понимаете, мы вас спросили в июле, мы-то понимали. Елена Васильевна спрашивала, вот что есть проблема такая организационная. А организационный вопрос лежит на Александра Львовича и на вас Лариса Анатольевна. Сегодня у нас, если побегут, а это не только 47-я школа, это по всему городу. У нас будет хаос с питанием. Хаос с питанием может достигнуть больших масштабов, уверен депутат. Как известно, с 1 сентября начальные классы получают бесплатное горячее питание. Из-за этого нагрузка на поваров в школьных столовых выросла в полтора раза. Не все повара это выдержали, но речь не только о нагрузке. За переработку не всем поварам доплачивают. Например, в школе номер 47 решили уволиться сразу три работника столовой. Они пояснили ключевым образом, что продолжительность рабочего времени стала гораздо больше. То есть они практически приходят работать в 6 часов и заканчивают работать в 5-6 часов. Уровень зарплаты показывается у нас при решении. И с уходом этих людей тоже есть риски, отсловки и большая работа всей школьной столовой. Подобные проблемы сложились еще в двух школах номер 42 и 59. И это вдобавок к тому, что в городских школах уже не хватает 37 поваров и 16 мойщиков посуды. Почему? Ответ прост. Зарплата у них в районе 16 тысяч рублей. Это дети. Это политически. Сегодня, если уйдут у нас, поувольняются люди, нам не найти людей. Во-первых, это специальность особая. Работать в школьной столовой, но люди привыкли. Это не самая высокооплачиваемая работа. Нам не найти людей. В итоге депутаты и глава города сошлись во мнении, что комиссия в полтора процента, которую получает комбинат питания от электронного проездного, можно направить на зарплаты работникам. Кадровая проблема и вопросы по зарплате поварам будут решаться в ближайшее время. Зоя Попцова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. Депутаты Егдарова могут оштрафовать на 250 тысяч рублей. О реальном сроке речи нет. Новые подробности в скандальной истории об убийстве собак. На очередном заседании прокуроры просят суд наказать депутата ЗАГСОБРАНИЯ финансово. Пострадавший хозяин животных Андрей Рогачев удивлен. Он не согласен с гособвинителем. Считает, что депутат заслуживает срока. Напомню, Егдарова подозревают в убийстве двух охотничьих собак. По данным следствия, 29 декабря в пяти километрах от поселка Соколовка депутат мог выстрелить в животных, которые принадлежали местному жителю Андрею Рогачеву. С первого заседания депутат не признавал свою вину. Сегодня в Зоевском районном суде прошли прения сторон. Прокуроры озвучили требования, а адвокаты Егдарова пытались доказать, что Рогачев подкинул собак с целью подставить депутата. Приговор вынесут уже скоро, 24 сентября. Прокурор все предъявил, всю доказательную базу заявила, что она хочет не лишения свободы, не условно, а так как у Егдарова хорошие характеристики, ранее был не судим, то запросила штраф в 250 тысяч рублей и утилизация оружия, с которого стрелял. Куриш, помоги экономике. Власти придумали, как увеличить доходы страны. Ценники на пачках сигарет заметно вырастут. Тут об этом и не только во второй части нашего выпуска. Не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. Следующий сюжет нашего выпуска не порадует людей с вредными привычками. Общественность активно обсуждает инициативу Кабинета министров повысить акцизы на сигареты. Причем существенно есть мнение, что все для того, чтобы закрыть дыры в бюджете из-за коронавируса. Моя коллега собрала мнение на этот счет. Так кому лучше будет от роста цен на табак? Елена Шарыгина выяснила это. В среднем сигареты подорожают на несколько десятков рублей в следующем году. В зависимости от изначальной стоимости. Но для начала давайте разберем термин «акцизы». Это некая надбавка от государства к стоимости продукции не первой необходимости. Или компенсация за вредные товары, такие как табак, алкоголь, бензин и другие. С нового года акцизы на сигареты поднимут на 20%. Для сравнения их поднимают каждый год, ну примерно на 5%. А сейчас решили поднять сразу на многое, получается на 20%. Но что было вам понятно в деньгах, то есть дополнительно в бюджет федерации принесет порядка 100 миллиардов рублей. То есть сумма для федерации это сумма незначительная. Но допустим, если это сравнить, перевести как-то на наш регион, то это два бюджета Кировской области. Есть мнение, что стоимость табака повышают для того, чтобы закрыть дыру в бюджете после всех коронавирусных расходов. Эту версию экономист отверг. По его словам, денег, вырученных от продажи сигарет, не хватит, чтобы восполнить и половину убытков государства в этом году. В правительстве поднятие акцизов объясняют борьбой с нелегальными производителями сигарет. Но мало кто в это верит. Акцизы, наоборот, способствуют суррогатному производству этих же сигарет, говорят экономисты и сами курильщики. Например, в Австралии, там, кстати, самые дорогие сигареты в мире. Цены варьируются от 800 до 2000 в переводе на русские рубли. Поднятие акцизов в стране привело к тому, что многие курильщики перешли на так называемые самокрутки и электронные курительные трубки. То есть, например, 1 марта 2018 года в карман правительства шло 70 центов за одну сигарету. 1 сентября 2018 года, это в том же самом году было, уже 80 центов сделали. И в течение следующих трех лет, до 2020 года, вот этот акциз постоянно увеличивался на 12,5%. В России по статистике эта вредная привычка есть у 40% населения. В среднем у одного курильщика в месяц уходит около 3000 рублей на перекуры. И если эти расходы увеличатся на несколько сотен рублей, с пагубной привычкой расстанутся далеко не все. Об этом заявил Роман Зинчук. У него есть эта вредная привычка. Хорошо на этом зарабатывают, поэтому не сильно борются. Потому что, в принципе, если бы действительно хотели победить курение, то есть более разумные способы, куда вкладывать деньги, чем на бесполезную рекламу или на картинки на пачке. Но это, с одной стороны, приносит очень большой доход в бюджет. А люди, которые оказались в этой западне, многие не могут из нее просто выбраться. В среднем в России пачка сигарет стоит 140 рублей. В рейтинге стоимости сигарет в мире Россия занимает 72 место рядом с Тунисом, Алжиром и Аргентиной. Самые дорогие сигареты, как я уже говорила, в Австралии. Чуть меньше за табак платят жители скандинавских стран и британских островов. Примерно 600-800 рублей за пачку. Парижане тратят на вредную привычку около 500 рублей за одну пачку. Воздушные ворота откроются еще в один город России. И из Кирова можно будет улететь в Калининград. Правда, только в следующем году. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев в интервью ТАСС. Он добавил, что, цитата, «Калининград – интересный город». Отправиться туда многие желают, конец цитаты. Сейчас прямые рейсы из Победилова организованы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Усинск. Кстати, пассажиропоток Кировского аэропорта в августе составил более 29 тысяч человек. Это почти на 3,5 тысячи больше, чем в 2019 году. Ничья. Счет 4-4. Таков очередной итог игры нашей хоккейной команды «Родина». Сегодня кировская ледовая дружина встретилась с Нижегородским стартом. Игра проходила на Большом льду «Волго-спорт-арена» в Ульяновске. Понаблюдать за матчем можно было в режиме онлайн. Всю игру наши владели преимуществом. Но в последние минуты потеряли очки. Обидно, говорят спортсмены. Один из игроков поделился своими впечатлениями. Очень обидно. Ничья. Много борьбы сегодня было. В большинстве случаев выходили победители между нее. Много моментов создали. Забили, опять же, не так много, что обидно тоже. Вели игру. Не знаю, так получилось. А завтра у «Родины» будет заключительный матч на выезде. На данном этапе чемпионата страны «Наши» сыграют с командой из Мурманска. Встреча состоится в 8.30 утра по московскому времени. Сразу же после игры спортсмены будут собираться домой, вернуться в Киров в этот же день ночью. Без фотошопа и фильтров реальные кадры, которые отражают красоту природных явлений. В Краевическом музее открылась выставка «Гром кадр». На ней представлены лучшие работы фотографов-любителей. Экспозиция стала итогом конкурса. Всего было направлено более 300 снимков. Для выставки отобрали 24. Все они сделаны в Кировской области. Есть интересные работы в номинации «Небесная паруса». Там запечатлели очень редкие облака апеллеоса, которые формируются очень высоко в виде такой шапочки. Отсюда и название. Облака шапочка называется иначе. Световые столбы – очень яркое явление. Солнечное. Лунная корона. Лунная корона. А у меня пока все. Делайте новости вместе с нами. Сообщайте о них по телефону редакции 38 48 88. В студии работала Наталья Бакерина. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Комбинат.